МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаменитого дома под часами считали потерянной. Начало летних каникул и День защиты детей отметили в городе. В Зайльцовском парке открыли железнодорожное сообщение. В Кировском районе детворей подарили крытый спортивный комплекс. Информационные итоги уходящего дня в выпуске новосибирских новостей. Пострадавшим от наводнения на Алтае в городе начали собирать вещи. В каждом районе открыты пункты приема, всего их 8. К тем, кто хочет помочь, но не может самостоятельно приехать, волонтеры выезжают на дом. Кроме теплой одежды, людям необходимы продукты питания и детские игрушки, чтобы можно было занять детей в пунктах эвакуации. Кроме того, общественники сейчас формируют списки добровольцев, которые при необходимости смогут выехать в республику Алтай и Алтайский край и помочь спасателям. У меня жена из города Бийска, там живут родственники, друзья некоторые. Мы как бы не понаслышке знаем, какая там ситуация сейчас происходит, что многие люди пострадали, нуждаются в помощи. Мы решили отозваться. Жена создала пункт сбора гуманитарной помощи у нас дома. Вторую волну паводка в Новосибирске этим летом и не ждали, однако теперь приходится принимать срочные меры. Обское водохранилище начали осушать. Гидрологи спешат понизить уровень до прихода большой воды с Алтая, где ситуация уже катастрофическая. Когда ждать паводка у нас и будет ли он столь же сильным? Репортаж Павла Теунова. Вот эта вот метка была, ну, сантиметров 10-15, наверное, утром сегодня в воде, а это уже вот сантиметров, наверное, 15 прибыло. В районе Нижней Ельцовки дачники с тревогой наблюдают за уровнем в протоках. За два дня, по их словам, вода поднялась на метр. События позапрошлого года, когда затопило несколько десятков участков, до сих пор стоят у людей перед глазами. Один год вот стоял где-то там почти месяц. Всё погибло практически, кусты, деревья. Многие пострадали, уже затапливает, потом начинается сырость снизу там всё. Сегодня садоводы готовятся к ещё более серьёзным последствиям. Проведя на берегу этой заводи всего полчаса, невооружённым глазом можно заметить, как прибывает вода. Вот, например, несколько минут назад этот одуванчик рос ещё на суше. Такой быстрый приток воды – результат внепланового сброса на Новосибирской ГЭС. Там подготавливают резервную ёмкость для приёма паводковых вод с Алтая. В таком режиме электростанция будет работать до 4 июня. Нашими специалистами будет произведён расчёт, и он покажет, достаточно ли будет этих сбросов, и мы ограничимся ими, либо объёмы сбросов придётся увеличивать, дабы нам не переполнить водохранилище. Между тем, новосибирские спасатели проверяют снаряжение и оборудование, чтобы в случае чрезвычайной ситуации быть в полной готовности. Под пристальным вниманием дачные общества Советского и Первомайского районов. «Мы уточняем и рекогноцируем возможные места подтопления для того, чтобы провести экстренную эвакуацию для граждан, которые сегодня проживают на даче. В основном это люди преклонного возраста, они не очень мобильные, и наша задача будет заключаться в том, чтобы помочь им». Синоптиков, в свою очередь, беспокоит вторая волнопаводка. «Значительного притока воды за счёт таяния снега, это будет в результате повышения температуры после 20-го числа, не ожидается будет, если приток практически только за счёт дождевых паводков. Ну, а этот паводок, в принципе, если при том уровне, который сохранится, опасного ничего не должен представлять». Насколько ситуация станет опасной, будет понятно во второй половине июня, когда метеорологи прогнозируют очередную волну обильных дождей на Алтае. Павел Теунов, Анастасия Ваганова, Алексей Андробаев. Новосибирские новости. Земельный участок из здания бывшего пассажирского автотранспортного предприятия номер 8 выставили на продажу. 7 июля пройдёт аукцион. Муниципалитет рассчитывает выручить почти полмиллиарда рублей. Готовность к аукциону проверил мэр, побывав на площадке. Вот уже пять лет территорию ПТП не используют по прямому назначению. В условиях дефицита бюджета продажи объекта городской казне пойдёт на пользу. А на этом месте может появиться новое автотранспортное предприятие. Надать его могут и под торговлю. Рядом находятся ряды гусенобродских ярмарок. А вот жилых домов на этой территории точно не будет. Следить за ходом аукциона Анатолий Локоть будет лично. Мэр настаивает на максимальной открытости процедуры. Только в этом случае можно получить, скажем так, больше денег с наибольшей эффективностью. Потому что задача именно в этом стоит. Задача стоит не в том, чтобы кому-то там под одеялом чьи-то интересы и кому-то там скроить, чего-то отдать, занизив цену. Нет. Задача ровно обратная, та, которая должна быть в соответствии с законодательством Российской Федерации. Максимально пополнить бюджетно, а для этого должна быть максимальная открытость. В Новосибирске выбирают самые ухоженные дворы и дома. Этот ежегодный конкурс – еще один стимул для управляющих компаний ТСЖ, да и для самих собственников. Лидеров определили уже в районах, теперь будут выбирать лучших в городе. Как выглядят по-настоящему благоустроенные дворы, увидел Вячеслав Горчаков. Сами собственники ухаживают за озеленением, высаживают цветочки. Все, в принципе, делают по благоустройству, стараются собственники, но с нашей помощью, конечно. Со стороны этот конкурс напоминает то ли экзамен, то ли проверку домашнего задания. Оценки получает жилищная организация, но за совместную работу с жильцами. Надо понимать, что мы оцениваем не работу управляющих компаний, а работу собственников квартирного дома. Потому что если собственники чего-то не желают или чего-то не хотят, то управляющая компания не может им навязать данные услуги. В какой именно двор нагрянет конкурсная комиссия, до последнего остается загадкой. Это держит обслуживающие организации в тонусе. На всякий случай жилищники стараются навести порядок на всем участке. Главное, на что обращает внимание жюри – внешний вид фасадов, чистота в доме и вокруг него – состояние подвалов. Конкурсная комиссия строго оценивает каждую деталь. Например, при выставлении баллов за состояние двора, специалисты учитывают не только наличие цветочных клумб, мусорных урн или выкрашенных скамеек, но и безопасность детского городка для малышей. Поэтому иногда им приходится даже испытывать самим карусели на прочность. Эта хрущевка получает максимум баллов за ухоженные подъезды. Старшая по подъезду рассказывает, когда-то сюда даже страшно было заходить, а жильцы не хотели платить за ремонт. Теперь пластиковые окна теняют цветы, а на свежевыкрашенных стенах – иконы и картины. «Народ увидит, что это все честно открыто, и сопротивлений больше никаких. И вот мы три года подряд собираем по 5 рублей с квадратного метра, чтобы облагорадовать». Своих лидеров уже выбрали в каждом районе. Теперь их будет оценивать городская комиссия, чтобы определить тройку лучших ко дню города. Хоть и присуждает победу жилищным организациям, но выигрыши в конечном итоге остаются сами собственники. Призеров награждают премиями до 170 тысяч рублей. И эти деньги тратят на нужды отличившихся домов. Вячеслав Горчаков, Олег Крылевец, Новосибирские новости. Мемориальную доску Янки Дягилевой установили в центре города, на доме по улице Дринцевской, где жила рок-певица. Год назад разрешение на установку плиты поклонники творчества Янки Дягилевой не смогли получить. Дом планировали снести. Кроме того, предложенный эскиз памятной доски чиновники посчитали слишком мрачным. И вот комиссия по наименованиям решение изменила. Фанаты со всего мира собрали 50 тысяч рублей. По этим эскизам новосибирского художника Дениса Михайлова, скульптор Павел Слободчиков создал мемориальную доску. Дягилеву считают одной из самых ярких представительниц сибирского андеграунда конца 80-х. Она погибла в мае 1991 года при странных и до сих пор невыясненных обстоятельствах. Новосибирские краеведы нашли предполагаемое место захоронения выдающегося архитектора Бориса Гордеева. Долгое время его могилу считали утраченной. Для истории города этот человек значит много. В 1932 году он был главным архитектором Новосибирска, причастен к строительству самых знаковых зданий города. Дома по часам, театра оперы и балета, а также железнодорожного вокзала. Станислав Якушевич встретился с краеведами и выяснил, что могилу нашли случайно, ведь на этом же месте позже похоронили еще четверых людей. Изучением наследия Бориса Гордеева архитектор Геннадий Гаврилов занимается не один десяток лет, но уже потерял всякую надежду отыскать могилу выдающегося зодчего. Гордеев умер в далеком 1943-м. Свидетелей тех событий давно нет. Место захоронения не нашла и вдова Вера Николаевна, когда приезжала в Новосибирск в начале 70-х. И вот еще через 40 лет неожиданная находка. Через одну ограду, вот там, наши знакомые, которым мы 20, какой 20, уже, наверное, 40 лет ездили всегда, ну, чтобы посмотреть. А потом однажды я пошел, думаю, что такое тут рядом совсем, говорю, Нина Антоновна, мы, кажется, нашли. Документальных подтверждений, что найденная могила именно Гордеева, у архитекторов нет. Кладбищенский архив сгорел еще в 50-х. У энтузиастов-краеведов есть лишь косвенные приметы, восстановленные по рассказам очевидцев. Необычная ограда и два блока. Вот вначале поставили Бориса Александровича, а потом здесь был похороненный, да, хозяин квартиры, дома, в котором они жили. Под руководством Гордеева в городе построены десятки зданий в стиле конструктивизма. Многие навечно вошли в учебники по архитектуре. Но лишь совсем недавно историки установили точную дату рождения Бориса Александровича. Утрачен и архив Зодчего. Эскизы акварели отмывки чертежей. В биографии архитектора много неясного. Долгие годы считалось, что Гордеев покинул Москву отнюдь не по своей воле. Исследователей смущала одна запись, обнаруженная в архивах горкомхоза за 28-й год. Здесь, напротив фамилии Гордеев, напечатано, состоит на учете в ГПУ. И от руки добавлено административный ссыльный. Происхождение этой записи непонятно, ведь именно в ГПУ, вернее, в строительном отделе, Гордеев и работал. Да и не позволили бы неблагонадежному человеку построить комплекс «Динамо» для начсостава, краисполком, жилой дом облснаба, более известный как «Дом с часами». Именно здесь, к 80-летию Новосибирского союза архитекторов, энтузиасты намерены установить мемориальную доску, посвященную Борису Гордееву и его коллегам. Станислав Икушевич, Алексей Андробаев, Новосибирские новости. В Зайльцовском парке запустили детскую железную дорогу, в Кировском районе открыли многофункциональный спортивный комплекс, а дети с синдромом Дауна участвовали в показе МОД. В минувшее воскресенье в городе с большим размахом отметили День защиты детей. Праздновали в том числе и начало летних канюкул, наблюдала Мария Черешнева. День защиты детей в этом году выдался холодным и пасмурным, но погода праздник не испортила, особенно это заметно здесь, в Зайльцовском парке, традиционно. Движение на детской железной дороге открывают в первый день лета. Для будущих железнодорожников это не развлечение, а настоящий учебный комплекс. В этом году на детской железной дороге отмечают первый юбилей. Я рад, что эти 10 лет подтвердили тот глубокий замысел, который был реализован, когда вот в этой ауре зелёной зоны было принято решение построить детскую железную дорогу, не тронув вот этот зелёный парк, а наоборот обогатив его вот этим функционалом детской дороги. Ещё один юбилейный старт дают двухдневному юношескому турниру «Шахматная королева». Впервые это состязание провели 20 лет назад. Детям нужно создавать соответствующие условия для того, чтобы они полностью могли реализовать всё то, что в них заложено. Поэтому, ну вот, в том числе, наверное, и наш шахматный турнир способствует творческой самореализации. Первенство оспаривают 24 команды из Новосибирска, Бердска и Краснообска. Надежда Мезенцева на турнире впервые. Она уверена, те, кто считает шахматы мужской игрой, заблуждаются. «Я представляю шахматы как развитие логики. То есть девушке, женщине мало быть красивой. Нужно ещё уметь логически мыслить». В Кировском районе в этот день начал работу спортивный многофункциональный комплекс. Зимой это хоккейная площадка. Летом здесь можно будет заниматься теннисом, бадминтоном и баскетболом. «И обращаюсь к Кировчанам, к тем, кто здесь живёт. Теперь от вас зависит, в каком состоянии, насколько активно будет вести здесь работа, в каком состоянии будет эта площадка». Героев этой фотовыставки в одном из торговых центров города объединяет одно – синдром Дауна. Здесь три десятка фотографий. На каждой – дети с геномной патологией, со своими друзьями, родными, домашними животными. «Нужно об этих детях говорить, нужно их показывать, нужно их стесняться. И общество, чем больше знает, тем больше к ним располагается, потому что ничего страшного они в себе не несут». А несколько героев выставки, им ещё не исполнилось и пяти, приняли участие в показе модных коллекций. Для большинства это первые шаги по сцене и первые же заслуженные аплодисменты. Мария Черешнева, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Прославленный коллектив Омского русского народного хора выступил сегодня на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Зрителям представили, как ни странно, танцевальную программу. Своим хореографическим мастерством коллектив славится. Ангелина Анучина побывала на репетиции народного хора. Соседи представляют сольный концерт под названием «Велика Россия. До Сибири одна». Его основы – хореографические зарисовки о жизни сибиряков. Причем действующими лицами станут сами зрители. В концерт включена интерактивная программа. Омичи показывают как номера, отработанные десятилетиями, так и совсем свежие, созданные всего несколько месяцев назад. Ужи совершенно другие у сегодняшнего зрителя, нежели они были в 20-30-х годах. Вы прекрасно помните и старые фильмы, когда смотришь стилистик совсем иная, и совсем манер другая, и люди другие, и режиссур другая. Идем много со временем, наверное, поэтому мы и востребованы. За пять часов до концерта в гримёрке суета. Вокалистки накладывают грим, администраторы разглаживают костюмы. У всех артистов большой гастрольный опыт, но перед выходом на сцену всё равно переживают. Волнение есть всегда перед сольным концертом, ответственность очень большая, поэтому приехали заранее, заранее выгрузили костюмы, и у нас сейчас во всём идёт подготовка. Государственный омский русский народный хор приехал в Новосибирск впервые полным составом, но уже не прочь повторить гастроли. Ждут омичи у себя в гостях и наши коллективы. Национальные коллективы должны каким-то образом объединиться, для того, чтобы привлечь внимание к нашему будущему, потому что мы представляем национальное искусство страны, регионов. После выступления на сцене Сибирского колизея артисты омского хора двинутся с гастролями в Барнаул и Кемерово, а позже выступят в Краснодарском крае. Ангелина Анучина, Денис Савинский, Новосибирские новости. Это всё, о чём мы успели рассказать вам в этом выпуске. Также много новостей на частоте 101.4 FM, на ней вещает радио «Городская волна». А на сайте «Новосибирские новости» опубликован фоторепортаж с выступления группы «Ляпис Трубецкой», который всё-таки состоялся. На этом наш выпуск завершён. До завтра. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова